Ну, впервые не только с продукцией компании Калшторц, но и вообще с эндоскопической продукцией, с инструментами, с оборудованием, я впервые встретилась, будучи клиническим ординатором. Несмотря на то, что я заканчивала первый медицинский институт, и мы проходили еще в то времена в Советском Союзе субординатуру, к сожалению, нам тогда не показали ничего из-за эндоскопического оборудования. И придя в первый год ординатуры, это был конец 83-го года, начало 84-го, в клиническую ординатуру на базе 31-й больницы на кафедре у Галины Михайловны Савельевой, я тогда впервые увидела, во-первых, эндоскопическое оборудование, что лапароскопическое, что гистероскопическое, а то, что это продукция компании Калшторц, я увидела только на инструментах гистероскопического оборудования, потому что это оборудование стояло в малой операционной, внутри отделения, ежедневно, Валентина Григорьевна, стоя на коленях, делала гистероскопию, вся вода выливалась на нее и в лицо, и вот мы, Мы, будучи ординаторами, пришли молодые врачи учиться в клинической ординатории, нам тоже давали, тоже мы становились на коленочке, смотрели в окуляр, смотрели в окошечко, что мы там полипали, что-то мы там видели. Что касается лапароскопического оборудования, оно было в экстренной операционной, оно, видимо, было разных предстоятельств, мы там вот аббревиатуру Калшторс тогда еще не знали, что это, а вот гистероскопическое оборудование, это как раз было то, что мы когда впервые увидели, будучи, я, например, увидела, будучи клиническим ординатором в 83-м году, в конце 83-го года. Вот моему поколению врачей, у нас много таких эндоскопистов, которые стояли у истоков внедрения, я бы сказала, внедрения, такого массового внедрения в практическую медицину эндоскопического оборудования, нам повезло, что мы как раз попали в тот период, когда начался массовое внедрение и освоение эндоскопических методик в оперативной гинекологии. Если вначале это еще были какие-то диагностические процедуры, но на наш, как раз на период нашего становления как практикующими врачами, хирургами, как раз мы попали в тот период, когда началось активное внедрение аминооперативных эндоскопических методик и гистероскопии, и лапароскопии. Поэтому в этом плане на моему поколению, я считаю, врачей очень повезло, и мы тогда все столкнулись как раз конкретно и с компанией Калшторс со всеми инструментами, со всеми оборудованиями. И на наших глазах шло становление, совершенствование инструмента, совершенствование оборудования. Если говорить о гистероскопии, это различные виды эндоматов, это различные гистероскопы. Конечно же, это все поражало, и каждые несколько лет появляло что-то усовершенствованное, что-то новое. И, конечно, для нас кардинальным изменением, если говорить о внутриматочной хирургии, лично для меня, это было, конечно, появление гистероскопа, который появился у нас впервые в клинике в 95-м году. И когда мы начали выполнять резектоскопические операции, пусть тогда это был монополярный резектоскоп, но это был огромный прорыв в области внутриматочной хирургии, когда мы смогли сделать массу новых операций, которые до этого были недостижимы. Мы могли ставить диагноз, мы могли что-то делать механическими инструментами, ножницами, щипчиками. Но резектоскопия – это, конечно, был огромный прорыв. Если говорить о лапароскопии, я думаю, что и другие эндоскописты скажут, конечно же, ежегодное внедрение, появление новых инструментов, новых биполярных зажимов, все инструменты, которые придумал Арно Ватьес, все, что в дальнейшем маточные манипуляторы, которые позволили нам действительно сделать большой прорыв в области оперативной гинекологии. Мы, так как очень много лет, вот наша клиника, наверное, и на мои учителя, наверное, будут давать интервью, говорить, что начиная с 1977 года наша клиника, наша кафедра очень активно сотрудничает именно с компанией Калшторц. И как-то мы, наверное, с другими производителями особо и не работали, и поэтому все становление всего инструментария, перспективы, то, что развивается ежегодно, что-то появляется новое, это все происходило на наших глазах, и, конечно же, что-то появляется, иногда кажется такое ощущение, что приходишь к тому, что, наверное, эндоскопия достигла уже вот своих высот, своего предела. Нет, появляется что-то новое, появляется, есть хирурги-энтузиасты, есть хирурги с инженерным образованием, которые придумывают все более и более новые инструменты усовершенствуют, которые облегчают проведение наших хирургических вмешательств. Поэтому я думаю, что на этом стоять не будет. Будет что-то улучшаться, будет что-то усовершенствоваться, будут какие-то облегчения для хирурга, для выполнения всех тех хирургических вмешательств, которые мы выполняем на сегодняшний день. От себя лично я хочу пожелать, чтобы ваша компания не забывала тех традиций, которые были заложены на наших глазах. Это семейная компания, во-первых, которая придерживается всех тех семейных традиций, которые передаются из поколения в поколение, чтобы они продолжали те же самые традиции. Что касается вашего конкретного представительства, вот мы знакомы с первым поколением всех сотрудников вашей компании. Мы с ними начинали совместно, мы примерно все одного возраста были, мы все одновременно начинали нашу совместную работу. Это нас очень всех сблизило, и мы действительно стали все очень большими друзьями. Я бы хотела пожелать, чтобы все новые сотрудники, новые люди, которые приходят в вашу компанию, чтобы они вливались в эту вашу большую семью и продолжали те традиции, которые были заложены основателями вашего представительства. Вот те люди, которые до сих пор, к счастью, еще работают, чтобы они делились своим опытом, чтобы ваши новые менеджеры, которые приходят, так же, как они любили эту работу раз, чтобы они хорошо, наверное, общались очень почаще общались с врачами, которые работают на этом оборудовании, и тогда возникают новые идеи, возникают новые мысли, мы что-то говорим, что нас устраивает, что не устраивает. К сожалению, последнее поколение ваших работников не очень часто общается с врачами, и поэтому вот я бы хотела пожелать им, чтобы они учились у первого вашего поколения, ваших сотрудников, и они также продолжали те славные традиции вашей компании, которые были заложены основоположниками и основателями всего этого направления не только в мире, но и во всем мире. Все-таки компания Каушторс – это ведущая компания в области эндоскопического оборудования в оперативной хирургии.